АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но прежде всего для тех, кто еще с этим не знаком, хочу представить своего соседа слева, который достаточно известен. Это руководитель художественного центра авторской песни в Москве, составитель, читатель, редактор многих книг авторов, от Галича до Охремянко. и включая меня, естественно. Человек, который блестяще возит гитарой и если кто-то хочет детей научить играть на гитаре, надо отправлять к нему. Единый человек, который не смог научить играть на гитаре, это я. Потому что я клинически ничему не обучаюсь. Именно поэт это объясняет его присутствие слева. Гитара будет хорошая. Прошу любить и желать. Александр Николаевич Шестерин. Второе. Особенность общения здесь состоит в том, что я не знаю программного концерта, никогда его не составляю заранее. Мы плывем по заявкам. Вот есть такая вот картиночка для записок. И туда можно писать любые заявки в пределах моего скромного репертуара. И мы можем петь все, потому что Александр Николаевич знает все мои песни. Он был автором нотных расшифровок и так далее, и так далее. В том числе и те, которые я еще не написал. Для него это не проблема. Который вот проводился. Вот. Но это второе. Третье состоит в том, что здесь, так сказать, общение такие вот как бы интимные не в том смысле, я бы сказал. Но в известной степени как-то можно задавать вопросы. Любые. Можно, значит, мнение высказывать лучше в письменной форме. И, наконец, последняя просьба. Не забудьте, пожалуйста, включить свои мобильные телефоны в окончании нашей встречи. Хорошо? Спасибо. Ну вот. Ну а мы, значит, все-таки начнем с детских песен. Вот. Да. Тут еще еще что? Еще презентация есть моих новых книг, среди которых, значит, надо выделить двухтомник воспоминаний, который называется «Отланка держит небо. Воспоминания старого островитянина». Я считаю себя островитянина, потому что родился много лет назад на моем родном Васильевском островимая в родном Питере. Вот. А вторая книга называется «Керкулесовые столбы. Моя кругосветная жизнь». Это, так сказать, книги, написанные после уже выхода вот этого фильма, большого сериала «Три-четыре серии «Отланка держит небо», который тоже тут есть. Три-четыре, полу-четырых серии, где, как в одном флаконе, как бы, вся моя жизнь. И фильм этот, как и книги, не о себе любимом, а скорее, о полке, которая мне довелась существовать, она, значит, длинная от 33-го года до настоящего года и была всякая. Начинают войны и блокады, и окончая многими другими тоже драматическими вещами. Например, знакомство в начале 50-х годов с изнанкой Сталинского ГУЛАГа на Голыме, в Тараканском крае и в Норильске, откуда я только что вернулся неделю тому назад, побывав на печально-известном Норильске, Голгофе. Об этом тоже пойдет речь нашей встречи. Вот и все. Но, чтобы долго не разговаривать с начала, мы обычно заходим с какой-то одной старой песни. Вот мой давний приятель, безвременно ушедший в жизни, 94-х лет от роду, замечательный писатель, ревный луч раз, год, уверял меня, что он слышал эту песню в Холымских лагерях в начале 50-х годов. Это, конечно, очень смешно слушать, потому что я ее написал в 58-м. Песню вы знаете. Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещина в огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается в небо в далеком просьбе, на огне письма домой. Царствие чакоточных солнцем быстро сменеется в уз долгой полярной зимой. Снег, 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 над палаткой кружится, вот и качается наш праздник ночлег. Снег, 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 тихо на дуру ложится под берега замерзающий грех. Снег, 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 над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок, вспыхнет в ресницах звезды озорной, глянь же в души кайфунок, тронул задумчивый иний клоц твоих светлую прядь и над бульварами плит, по риме градскому синий вечер спустил снег опять. Снег, 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 за окошко покружится, но он не коснется, боится, но вот и кверху. Снег, 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 что тебе, милая снится, над тишиной заберзающей век, снег, снег, снег. Топ, ли сердце поет с берегу, ветер поет на пути, через туманы, морозы, пулу, лето тебя не дайте. Вспомнишь, если взбыл снег, наших стоянка гни, лави пешком, как бьется, песня к тебе не берется, даже в нее не дни. Снег, 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 нам кайфую кружится, вьюга заносит следы на чудо салей. Снег, 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 порусь себе нынче присниться, залиты солнцем вокзальной грамм завтра шли нынче. Пока копеточки еще и тут, я все-таки мы недавно с Александром Николаевичем записали новый диск, называется он глобальное потепление, я почему глобальное потепление потом расскажу, потому что серьезные причины, да, но даже сейчас прямо могу сказать. Дело в том, что мы тут с группой с авторов пять лет назад сделали фильм в Белоруссии, который монтировал замечательный режиссер Юрий Хочевацкий, личный враг Александра Ильича Лукашенко после его фильма обыкновенный президент. Вот, замечательный режиссер, абсолютно снимали, мы бы снимали, фильм этот, и тут есть, поиск Юриша, он посвящен трагической судьбе, я после песен хотел. А, да, 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 правильно. Скажите, что вы хотите. Вот, там у меня одна женщина в Белоруссии говорит, что вы хотите, 90-х годов. Вот, а, значит, фильм этот два года назад, полопрошен в году в Нью-Йорке на фестивале Домиентарного кино заменил первое место в мире по номинации культура. Вот, кое-кто этот фильм видел, вот Алексей Кириллович видел этот фильм, где даже, как говорят, утверждает, плакал, да? Правильно? Вот символ, человек авторитетный. Вот, и, значит, очень советую его посмотреть. Там не только есть грустные трагические места, там люди еще и смеются. Вот, фильм посвящен трагической судьбе из-за Гаилиш, шесть миллионов носителей которого были уничтожны гидерам, которые немножко, немножечко, попок стали, немножко. Вот, и там, когда фильм занял первое место, то авторы фильма удостоились презентации фильма «Библиотек, как раз, Соединенные Штаты в Америке». Это, значит, это большой рейтинг. Ну, и я, естественно, там основан. Потому что там и речь идет о судьбе моей семьи, погибшей в Холокосте, в Макилеве и других городах Беларуси в 41-м году. Вот, и там, как бы, я рассказываю историю своего семейства. Так вот, значит, то есть я езжу по Беларуси, пытаюсь найти остатки языка, семьи, и ничего не нахожу, как разорянное кладбище. Ну, и вот накануне презентации пришла Дана ко мне, которая, ну, русская, которая, значит, со мной беседовала, что я должен говорить протокольное событие, что я не должен говорить. Ведь профессор, мы, а она знает, что профессор, что профессор, профессор, мы знаем вашу точку зрения на идею нашего любимого, значит, Альберта Гора по поводу глобального потепления. А я категорически отрицательный к этому отношусь, считаю, что это афера мирового масштаба, вроде птичьего гриба. Так вот, я хочу вас предупредить, чтобы у вас все было в порядке, не вздумайте на презентации, пусть чтобы у меня все было, это департатическое самое, чтобы, значит, не вздумайте на презентации критиковать Гора. А то, выяснили, что Горь финансирует и их библиотеку, ну, это все понятно. Как вот сейчас, я был в городе Курске, сегодня утром приехал, в представительном жюри авторской песни, у них главный человек наш дорогой Никита Сергеевич Михалков. Почему? Потому что Михалков там какие-то кресты им привез, деньги им дает, и там просто самый главный, любимый человек. Когда я был в городе Сарове, это Арсанас 16, на старшей войне, там модели атомной, водородной бомбы, модели, корпуса. Корпуса, ну да, но главный портрет на входе, ни Сахарова, там никого, Лаврентия Павловича Берия, который был их родителем, отцом, и организовал блестяще все премиумы. До этого портрет на любое добро. Хорошо, все это очень отнеси. Так вот, значит, ни слова против глобального потепления. Я испугался, ни слова не говорил, на меня заело. А, значит, я написал несколько статей, в том числе письмо, тогда еще в Медведе уподанное, что Россия не должна подписывать киоски соглашения, там, с авторской, с несколькими профессорами написали. На него, конечно, что облокотились, но, значит, я, с нам протеста, написал песню, вместо статьи, для вагонов, русской электрички, которая работает против идеи глобального потепления, гораздо лучше, чем любая статья. Взятую, сейчас слушают большее количество людей. Вот, так я вам счастливую, новую песню, подсыпаю. Горицы, но она для российской лепучки, метеоролога. Гори, обычное мое поколение, нам глобально не грозит подземление, нас пугает гриб свиной, гиблой зоною, угрожают нам дырою, озоною, нет печальнее народ, к этой горести. На задушку, где рот в жарком полюсе, на задушку, где рот в жарком полюсе, на горах простоят лед и на полюсе. За подкочками беда косоротится, а бежит в паре вода и вогнутится. Все сумеют города затопительно, скинет Лондон без следа вместе с Питера. Нас пугают от утра и до вечера, но мы, как детвора, все доверчивые, как нам бы, чтобы не скинули быстро мы, чеш-трепу президенты с министрами. Я крювлю улыбки рот над эпохою, что озон, что углерод, все мне пофигу, не желая знать о том, что утопну я. Не хочу глотать потом водку теплую, легковерной земли, население, нам глобальное грозит оглупление, принимаем все всерьез, что не мерится, одна улица, мороз и метелица, легковерной земли. Население, нам глобальное грозит оглупление, принимаем все всерьез, что не мерится, одна улица, мороз и метелица. Мальчик кудрявый Песен отчего? Как, где Али, спросим мы его В мире, в котором столько простора Молы и горы в солнечном дыму Разве я сторож, разве я сторож Разве я сторож, брату моему? Молзы тесняться белые вокруг Им только братца затерялся вдруг В мире, в котором столько простора Молы и горы в солнечном дыму Разве я сторож, разве я сторож Разве я сторож, брату моему? Вновь, как когда-то сто веков подряд Руку на брата поднимает брат В мире, в котором столько простора Молы и горы в солнечном дыму Разве я сторож, разве я сторож? Разве я сторож, брату моему? Дальше детский хор должен идти Жили, не каясь, так и будем жить Прадед наш каин, дам он эту нить В мире, в котором столько простора Молы и горы в солнечном дыму Разве я сторож, разве я сторож Разве я сторож, брату моему? И пришли снова к бесконечному отношению Связан с праздником 9 мая Называется «Падыкатор» Где когда-то убирали наши деды Нынче места для пирушек и охот Назаряются с салютами победы По Москва реке плывущий теплофон Вновь накидели, навесили макрады Отправляясь на прогулку по воде Командиры заградительных отрядов И расплечи из войск танковедя Командиры заградительных отрядов И расплечи из войск на берегу Провокаторы танцуют по декадам Не поймешь на современном рубеже Кто из них еще сегодня провокаторы Кто на отдыхе заслужен уже Не осталось от героев и полину О забытых невострелованных враг На тем, мы тогда стреляли в спину Все припенсия в тебе и ординах На тем, мы тогда стреляли в спину Все припенсия в тебе и ординах В небе облески последний закат И прожекнуты скрещенные лучи Провокаторы танцуют по декадам И он застарен в буфете палачи Посидевшие солидные папаши В верноводных падающий раш Вот-то их победа нынче, а не наш Вот-то их сегодня праздник, а не наш Вот-то их победа нынче, а не наш Вот-то их сегодня праздник, а не наш Особисты и сотрудники охраны Что поставили в советцах на учет Все они сегодня тоже ветераты И мы слава всем сегодня и почет Им на палубе в прогулочной баканы Заменяют тех, кто ими подрекал Провокаторы танцуют по декадам Старый планец позабывшихся в декадам Провокаторы танцуют по декадам Старый планец позабывшихся в декадам Я раньше был в Курске, это был трехдневный фестиваль Дело в том, что Курск, город, давший название Печально известной лодке П.Л. Курск И я в 2001 году услал песню, а в 2017 спектакль поставили Детские поэты-песни, потому что они очень трагические И до сих пор переживают гибель этих людей Я их не могу, а по их запискам спою А то, что они более веселые Наша держава, как судно сбивается с кунца Век приходящий, как прежний тревожен их Вечный покой, барикан затонувшего гонска Вечный позор над мироном покинучил их Вечный покой, барикан затонувшего гонска Вечный позор над мироном покинучил их И вот разрывом расходится в небе морозным Сраму не ибут лишь те, кого не окружил их Вечная память солдатам убитым под грозным Вечный позор генералам подставившим их Вечная память солдатам убитым под грозным Вечный позор генералам подставившим их Словно жить между собой мучительно ссорить Спорить о том, что такое свободы и честь Мир поделен на подонковотребших союз И на людей, у которых она еще есть Мир потерян на подорков утративших свойств И на людей, у которых оно еще есть. Бой барабаном ударит усталые уши, Старые гитары сердцам позовут за собой. Бой продолжается вновь на воде и на суше Самый последний и самый решительный бой. Бой продолжается снова за юные души, Самый последний и самый решительный бой. Наша держава как суд разбивается с курсов, Как приходящий, как прежний тревожный рих, Вечный покой барекам затонувшего курса, Как вечный позор от миром покинувшим их. Вечный покой барекам затонувшего курса, Вечный позор адмирала покинувшим их. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОТМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ М Anh и поэзов покупать эти книжки. А я пока споем эту песню, посвященную этой поэтессе. Сколько лет назад? Это тридцать... Тридцать девять, нет, сорок девять. Сорок девять, не может быть. Ну, шестьдесят третьего. Шестьдесят третьего, ну, а, да, сорок девять лет назад. Ну, почти половина. Все, что будет со мной, знаю я, Наперёд, не ищу я себе провожатых. А на чистых прудах леберь белый Плывёт, отвлекает, вагоны пожатых. А на чистых прудах леберь белый Плывёт, отвлекает, вагоны пожатых. На бульварных скамейках колпит малышня, На бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня. Не заладывай тонкие руки А ты забудь про меня, ты забудь про меня Не заладывай тонкие руки Я слиюсь пузылем на осеннем дожде Надо мной городское движение А вised круги по воде, вised круги по воде Растоят моё отражение А вised круги по воде, вised круги по воде Разгоняют моё отражение Всё, чем стал я на этой земле Знаменит теми гуту и горе снажатых А на чистых прудах лёг конками Звенит, отвлекая в оконах пожары А на чистых прудах лёг конками звенит Отвлекая в оконах пожары Интересно, это не мои Зоя, добрый вечер Это что такое? Почему у вас такие грустные глаза? Нам ещё что-то, да? Раньше к персонале спойте вашу песню И теперь я стою на лыжах Мы говорили однажды Сейчас шутка применяла, что ли? Это не от себя Опять Зоя Это извините Ах, Ященко, Владимир, да, ну слава Хорошо, что вы к ней пишете, приятно Севастополь, Станин, Севастополь А, Севастополь, да, кстати Севастополь, Станин, Севастополь Вот Дело в том, что, друзья Я, кстати, не помню эти стихи Не помню эти стихи, я бы их прочитал Я был 9 мая в Севастополе И не просто в Севастополе На мессе Герсонес на 35-й батарее Где только сейчас открыт мемориал Трагические истории Второй мировой войны Которые, как и многие другие белые пятна Засовет остатки лоб стать дымом Цена победы Берморская армия Которая защищала детство Потом была перебазирована Когда детство сдали Под Севастополь на южный берег Для защиты Севастополя В июне 42-го года Положение стало критическим Армия, значит, остатки ее, вернее, там Но 95 тысяч человек, это тоже немаленькое количество Сосредоточили под открытым небом на гвизе Херсонес И они яростно оборонялись Интересно, что по официальным данным Наши войска остались в Севастополе 2-го июля Они сражались до низу Брошенные всеми Всеми ставкой Потому что, значит, был отдан секретный приказ Да, командовал армией генерал Петров Известный, славный фамилией И адмирал Октябрьский Молчановский флот И дальше, конечно, страшная совершенно вещь Что, значит, был отдан секретный приказ Боеприпасы не подставлять Подкрепления не подставлять И армия, которая должна была быть эвакуирована На Кавказский берег Был отдан секретный приказ Что эвакуации не будут 90 тысяч человек были обречены на гибель Они яростно сражались Часть из них попала в плен Те, кто выжил в этом плену Потом, значит, пошли в наши лагеря Часть офицеров застрелилась Адмирал Октябрьский улетел на самолете Генерал Петров ночью, чтобы не видели собственные офицеры Был вывезен на подводной лодке По разрешению ставки Ставка разрешила спасти еще 60 Или там, не помню цифру Наиболее ценных партийных военных работников Вот, я был потрясен вот этим всем, честно И вот сейчас то, как правда прошло Откуда я не набрал У меня, я написал очень жесткие стихи Значит, с употребления этих двух фамилий Которые уже напечатаны в Севастополе В газете русской, севастопольской И уже пошли в интернет Вызывали довольно противоречивое мнение Но я не мог их написать, я их не помню Посмотрите в интернете, они там есть О песне я спалю А песня была написана раньше Те, те, кто не знают Ряд пять назад еще при Ющенко, по-моему Значит, я представил чури Фестиваля русской авторской песни в Крыму Балаклавские каникулы Был До этого он много лет же плавал И там в Севастополе неоднократно бывал Обучал там офицеров, гидрографов Всяким магнитным делам Да, и когда меня ввел, сказал он, редактор Мой друг Соболев Андрей Он стал рассказывать о протестнениях Там русском населении, которые, значит Я как висанчек имперский Я сам этого не знал Значит, да Ну там, что запрещу Пушкина Только в переводах на украинский можно читать Закрыты все московские каналы Радио и телевидение Сейчас, кстати, что-то Тоже не очень Вот И многое-многое другое Но и, значит Я написал на Значит, песню, которая Получила, так сказать Очень большой там резонанс И стала даже, так сказать Какой-то вот Вот Ну и Очень неоднозначное мнение По поводу этой песни Есть Мне интересует ваше мнение Севастополь Пахнет дымом от ваших знамен А он в руку от битвы жестокой Стал последний вчера Быстелом И вступают враги в Севастополь И израненный, мол, бит солдат Смотыкаюсь на каменном сутске Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Над кормою приспущенный флаг В небе бессеров хищные стали Вдаль уходит последний моряк Как на берегу воду оставив И твердит, но смотря на закат И на берег покинутый узкий Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Чтоб сурит наступающий год Снова нерва туманных листа Я ступаю в последний бельбот В море кидающий красную пристань И шепчу я, прищурив глаза Не скрывая непроженной грусти Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Вальс середине этого года Очень интересная Вот в фильме вторая серия Ленинградские дети рисуют войну Она вот как раз начинается С войны, не облакадной И значит, я там говорю о том Что для меня война началась Не в июне 41-го года А 1-го мая Потому что у меня отец Слышал в военной гидрографии И 1-го мая я вообще не был ходить на демонстрацию У меня там было 6-го Вот И мы шли В военный оркестр Все такое И на Исаевской площади Около здания бывшего немецкого консульства Где тогда, значит Обещалось немецкое консульство Мы задержались пропускай Как и другую колонну Был яркий солнечный день И на консульстве Развелся огромный красный флаг С белым кругом и черной свастикой И потом уже совершенно Мы-то очень дружили с Польшевицкой геннадой И потом уже блокаду Под поздней эвакуацией Я сужен и вспомнил это видение Фашистский флаг Развивающийся на моем родном Питере Вот эта песня Которую мы сейчас споем В 1929-го года Там она идет в этом фильме На фоне интересных клипов В том числе Фрагменты и документальные съемки Печально известного Советско-фашистского парада В Бресте В 1939-го года В Бресте Вот А песня такая Тогда 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 Во всех репродукторах Такие были репродукторы Нас наболевали на сельмолин Примерно такая песня На земле В небесах И по море Наш напев И погуч И целом Па-па-па-па Если завтра война Если завтра В поход Будь сегодня К походу Готов Волыхает Кремлевское золото Даются волки Степной Сухови Вячеслав Наш Михайлович Молотов Принимает Берлинских Друзей Карта мира Верстается Наново Через пышный Готовит банкет Репентроп Преподносит Уладовой Алых роз Необъятных Букет Па-па-па-па-па-па-па-па Па-па-па-па-па-па-па Па-па-па unter Па-па-па-па Верезная Закройщик Излюблена Что за плодник Рейтем Впредь Что семья Его будет Забублена Что в печи Ему завтра Горит Верезная Студент И Сталина bereтовский Синий Садовор Что сгніют Непари Сталина Посреди Друганских Балор Пакт по призам, а не нападений, Можно рима в бокалы разлить. Вся Европа сегодня поделена, Завтра Азию будем денить. Смотрят гости на копу с опаскою, За стеною гуляет народ. Можешь великий, с ибою шампанское, За немецкого феврора бьет. Смотрят гости на колбу с аморской, За стеной он бегут на ров. Пошли и кислой шапанскую За немецкого феврора бьет. Так, вот сразу три. Чувашка такая пролив с ангаром, где курят свои столбы. Вот тогда я стишок прочитаю. Тут есть книжечка стихов моя, самая лучшая, извините, читать, говорит, значит, она хорошая. Лучшая из того, что было. Значит, дело в том, что есть такая, в моем родном Питере есть такая серия «Азбука классика», довольно дешевое издание, в бумажном переплете. Но там Пушкин, Кавка, Кундера, Гёте, Шиллер, Ницше, кто хотите. И по невосмотру я затеснулся, и поскольку надо было в формат выгнать книжки-стихи, я ее семь раз сокращал, потому что там только то, что относительно не следует. Таверское восхитворение. Оно и называется строчкой из этого восхитворения «Легенда о доме». Солнце лады, яви ослепительный люлик свой, в шорохе гальки и сладостных звуках сертаки. В бойне троянской и жаркой постели калипса небо забыть Одиссею любимой Итаки. Груда камней, что и места, где и места для праздбища нету. Старый дворец, где сутулое ждет пенелопа, стойте рваться туда, огибая планету. Сбориться с силой, глаз выжигать у циклопа, но не свернуть кораблю от поставленной цели. В топоте конском и матье ахейской атаки, хрюкая хряком меж ног золотистых церцей, небо забыть Одиссею любимой Итаки. Он возвратится туда стариком, не героем, дом развалюха, жена в седине и морщинах, где же трофеи такой ограбленной трое, где ордена, что так ценится нынче в мужчинах. Не обманут герои ни Арс, ни Эрс, не платит Посейдон в атлантическом браке, в жарких краях и полярном сиянии Эрс, небо забыть Одиссею любимой Итаки. В горе и странствиях, лице упрятав в ладони, в зною пустым и холодном арктическом дыме. Кто бы мы были без этой легенды о доме? Горских камней, что наивно считают своими. 63-й год. Либраторский пролив. Борт русского военного партика Козенштерн. У геркуренцевых столов Вежит моя дорога У геркуренцевых столов Где плавнут Одиссей Меня плавать не спеши Ты подожди немного И чёрных платьев не носи, И частых слёзд не сей. Меня плакать не спеши, Ты подожди мне тут ноги, И чёрных платьев не носи, И частых слёзд не сей. Ещё под парусом тугим В чужих морях не спим мы. Ещё к тебе я доберусь, Не знаю сам, когда У Геркулеса не спал Дельфины греют спины, И между двух материков Огни несут сюда. У Геркулеса не спал Дельфины греют спины, И между двух материков Огни несут сюда. Ещё над чёрной глубиной Порочит нас тревогой Вдали от царства твоего. Поскай, паскай, Паскай, Пока моя родня, Тебя не судят строго. Поскай, на стенке повеси, Мой запалённый лук. Поскай, пока моя родня, Тебя не судят строго. Пусть южный ветер в утро В твою стучится дверь Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного Ни вина сладкий не пей И жениха не бей Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного Ни вина сладкий не пей И жениха не бей Песня подводного пилота Мне неоднократно приходилось погружаться на подводных и питаемых аппаратах Пожалуй, всех систем, которые у нас были Начинаю от Пайсиса Неправильно, Пискис на самом деле По латыни Рыб Постройки канадской Включая советскую постройку Нашу арбуз, который как-то хорошо работал До 700 метров И наконец мир, на котором погружали Я на Северном проекте Черенгарвард Я на нем погружался несколько раз В Атлантике Максимально на 4 км км Вот И там, когда аппарат идет вниз Первый раз, когда Включает прожектор Иллюминатор И белые хлопья поднимаются вверх Я очень удивился Как снег действительно А когда аппарат всплывает Они идут как снег вниз Это планктон Так называемые Такие мелкие, грубые разверюшки Которые висят в определенных горизонтах Океанской толщи И поэтому, когда идешь вниз Они поднимаются вверх А когда идешь вверх То они Опускаются вниз как снег Наш бывший директор Светлой памяти академик Монин Андрей Сергеевич В свое время Тоже там плававший Показал Городницкий написал Трусливую песню Он поет о том, как хорошо Что они всплывают обратно Они должны петь, когда они погружаются Я как это не развернула Неслучайно у военных подродников Всегда первое то За то, чтобы количество Сбыть равнялось Количеству Подружения И вот опять песня Показал Не пиши Тревожных писем я Призови Немедленно Назад Океанской Темной Голубей Нас несет Под борт Аппарат Я плыву Безручно Как в воске Над окною Не будет Не вер За окном В окном Идет, как Свет Это значит Мы вслываем вверх За окном В окном Идет, как Свет Это значит Мы вслываем вверх В окном За окном Идет, как Свет Это значит Мы вслываем вверх За окном Идет, как Свет Это значит Мы вслываем вверх Это значит Он Нет, все пока, как быть, конечно же, должно. И поднимем снова мы бокал, и прокрутим старое кино. Если в жизнь вторую лунгали бы я, я к ней, наверное, ответ. За окном он подойдет, как снег, это значит, мы всплываем вверх. Если в жизнь и нырю дали мне, я к ней, наверное, ответ. За окном он подойдет, как снег, это значит, мы всплываем вверх. Спасибо. Поскольку проявки не вычислили, я никогда ни один концерт не похож на роли, сам не знаю, что мне придется петь и на что отвечать. И всегда это очень интересно. Так, это уже пели. Секироцкого послова. Да, тоже. Секироцкого послова. У него довольно сложная судьба. Дело в том, что она когда была опубликована, она несколько лет назад, она вызвала резкую критику не вверх в стороне наших нацистов, в детский порядок, например, в мой адрес. Ну, они обычно меня там пасут. А, значит, мы со стороны моих собратьев по крови, за рубежом, в частности, да, значит, было много интервью до вверх, в мой адрес там, а в Сан-Франциско на мой авторский вечер пришла группа местных евреев бить на морду за эти стихи, что я отрекаюсь от своей крови, что вообще один в КГБ. Ну, это любимое занятие было, если что не так, один в КГБ, да? Вот, очень интересно, что даже здесь, в Бенжемлевоевском центре, где я делал сериал, вот мой показывал, там, 3-4 серии, все равно приходили записки, а такая старая женщина стала, ну, вы, наконец, отказали от своих ужасных стихов про родство послова. Нет, не отказалось. Очень жаль, очень жаль, их очень многие. Я люблю цепь о мире нескольких известных людей, которые разделяют эту точку зрения. Ну, там писали, что многие евреи, что это задевает херебезные чувства. В общем, как у нас, не совсем как Алексей, не совсем как Кирилл, но все-таки где-то вот, кстати, коэффициентом было. Да, значит, интересно, вот если кто-то стихи не знает, стоит ли с ним прочитать. Это одна из моих позиций, которую я настаиваю. Дело не в стихотворении, а в позиции. Стихотворение такое. Неторопливо, истина простая, В реке времен нащупывает брод. Родство по слову. Неторопливо, истина простая, В реке времен нащупывает брод. Родство по крови, Образуя стаю, Родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, Непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, Людей отъединяй от зверей. Остави, не нужны законы Бога. Она живет с заветом вопреки, Там ценятся в сознании убогом и шцепки нюх, Там острые клыки. Своим происхождением не скрою, Горжусь и я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, Я слово выбираю для себя, И не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, Родство по слову порождает слово, Родство по крови порождает кровь. Спасибо. Браво! На Маяковской площади в Москве Из другого цикла На Маяковской площади в Москве Живет моя далекая подруга, В моем огне гнездо сливает вьюга, Звезда горит вечерней синеве, Судьбы моей избилистой нить. Оборуду гордого порога, Насколько неупрашенный я Бога, Нам в нашей жизни не сынили. На Маяковской площади в Москве, С стремительностью близкая полет, Спешит она утрами на работу, Морозный снег блестит на рукаве, Наш странный затянувшийся роман, Подолгом многолетней катастрофе, Другим по вечерам варите ком, Смотреть с другими пулки и туман. Другим по вечерам варите ком, Смотреть с другими пулки и туман. Но в час, когда подводный аппарат Качаются у бездны на ладони, Ее печаль меня во тьме погонит, И скучины выведен назад. А в час, когда затылок мне душа, И наложится тяжестью на плеч, Меня от одиночества извечет, Ее непостоянная душа. Меня от одиночества извечет, Ее непостоянная душа. На Майгурской площади в Москве За темные опущенные шторы, На стурнолатый свет горит, Который сияет мне, как путеводный свет, Пусть седина разминется на виске, Забудем про безрадостные дыры, Пока еще про нас не позабыли На Майгурской площади в Москве. Пока еще про нас не позабыли На Майгурской площади в Москве. На заключение первого деления, Значит, тут есть серия, Называется она «Материк». Есть такая песня у меня, Ставшая предметом до точек больших споров, Которая стала безымянной, Как на некоторой моей песне. Но это особенно, значит, Я сначала прочитаю, Я в Норильске сейчас показывал этот фильм, Вот эту серию «Материк», Она посвящена моей юности И тому, что я попал в 57-м году На Крайний Север, Ну, в смысле, я там, значит, База была в Альгарке, А вот эта база была в Курейке, Это у меня фильмы все есть. И в Курейке, Тогда стоял огромный мемориальный комплекс, Там томился, когда-то великий вождь всех времен народов, В 90-м году, кажется, родной, если не ошибаюсь, Там вот избушка, где он жил, Была взята под такой, значит, Пансион стеклянный, бетонный, И огромная статуя Сталина Стояла на крутом берегу Енисея, Далеко видная всем пароходам, Вот, говорится, витовали напротив гуси Курейки. И при мне там ходили местные легенды. А дело в том, что, оказывается, Товарищ Сталин сосвал туда Ваштенцарское правительство, Товарищ Сталин, как и другие большевики, И другие меньшевики, Были сосланы в Труханске, Там жили где-то на поселении. Он жил вместе с Ягодом Михайловичем Свердловым, Тоже в городе порядочный, кстати. Но это отдельный разговор. Но, значит, он с ним поссорился, Обозвал его жудовской мордой, Товарищ Сталин любого себя. И, значит, И товарищеский суд сильный Прицепил товарища, значит, Коку или Сосов, как он там назывался, Переселиться дальше отдельно. И они его, значит, своим товарищем Свердловым Сдвинули в Курейку. Он жил в Курейке один, Но было скучно. Молодой грузин, Сами понимаете. И он там, значит, Сошелся с одной или двумя детскими девушками. И при мне там ходили Мужики, пьянки, бомжи, Которые причинали, Все они дети Сталина, Что им не дали, И пенсию, и так далее. Но мне не знаю, правды нет. Но такое апопликное, что... Да. Ну, место, мы же там... И дальше легенда. Место Бушкадо это не понравилось. Они решили этого шрустского грузина утопить. Это была зима. Они повели утопить В какую-то дальнюю прорубь. А там огромные, значит, Грузы, огромные реки На противости курики Несколько километров. Вот. А прорубь была далеко. Они шли, шли и замерзли. Связали его, решили, Набили его море, Зачем может так замерзать. И ушли допивать самогон. Вот, я считаю, что исторически белорусского народа Стоит в том, что ни одно серьезное дело. А я уже видел плоды Деятельности этого замечательного человека. Преобережье, поселок Ермакова, Куда выходила, должна была выходить. Печально известная дорога Салехарта и Карка По цене костяк десятков тысяч Удей, ржавери, паровозы, завезенные туда. Нельзя было строить дорогу на вечной брезлоте. Но они для того строили. Совершенно убить людей и убили. А в пробережье гостяная моя партия На устье реки Сухарихи Тоже на Енисею Было вот что. Желтого песчаного откоса, Где прошла звериная тропа. Половодье выносило кости, Кисти рук, ключицы, черепа. На свободу их из заключения Выносила мутная вода. Мы стояли ниже По течению на реке Сухарихи. Тогда запах тления, Приторно и сладкий, Вниз распространялся по реке. Поутру проснешься, У палатки скалит череп, Зубы на песке. В лагерях, на этих быстрых реках, Где срока не меньше десяти, По весне расстреливали зэков, Чтобы рядом новых завести. Мы за спиртом поднимали кружки, Поминая этих доходяк. С той поры, Мне висеть не нужно, Что такое сталинский голод. Я пишу, что по-моему, Самый народный, Все это мои песни, Так что безымянный, Народный. Меня занял в шестидесятом году, В шестидесятом году, Уже наши зэки обещали, Так сказать, замочись. Утверждаю, что в сорок третьем году Они с собственными ушами Слышали в игре под Норильском, Норильском, Норильлаге. Значит, С ними спорили другие, Которые говорили, Что писатель Олег Кувея Написал, Что безвестный автор Сгибл на Колыме. Любимый мной Зиновьевич Герд, Выступая по программе Наши главные церкви, Корабли, Скалыш, Пел эту песню. Я смогу безвестный автор Сгибл на Сталинских лагерях И прочее, И прочее, И прочее. В 84-м году На Кольском, Около поселка Полярный, В бывшей зоне, Мне показали могилу Автор этой песни. Вообще, про Ленахамар. Ленахамар. Нет, Ленахамар там рядом. Но это было... Да, Ленахамар там уже ликвидировали базу. Мне сегодня говорил об этом, Командир... Да, да, да. Все про... Ленахамар, Правильно. Правильно. От злой тоски Не матерись Сегодня в дыре Спитом я Нам матерись Идет посредь Как права Нам матерись А материк Идет посредь Как права Опять пугая Опять зима Опять зима Придет метель Уйти в дыре Пойте в дыре Сойти в дыре Сойти с ума Теперь уж поздно Пряг' меня Пойте в дыре Сойти с ума Теперь уж поздно Пряг' меня Здесь не веселые дела Зеленая тушка на плечо Я до весны до корабля Я до живу от гады и порт Не пухом, не пухом будет мне земля От камня глядь на земля Не пухом будет мне земля От камня глядь на земля От слой доски, от слой доски От матерей, от матерей Сегодня ты спила я От матерей, от матерей Ушел последний караван От матерей, от матерей Ушел последний караван Спасибо! Спасибо! Спасибо!